МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вот долгожданные награды. Символичные кубки, маленькие позолоченные птицы, грамоты, поздравления, праздничный концерт. Наставления и теплые слова от профессионального художника особенно важны для юных творцов и их наставников. Я всем родителям говорю, когда вы не учите ребенка рисование, это не значит, что вы ему чего-то не додали. Вы у него отняли. И стою на своем. Поэтому призываю всех родителей, какие бы ни были дети, с какими бы ни были возможностями провести их вот как раз через этот цикл, когда они становятся людьми. Они совершают первые победы, и они впервые становятся создателями чего-либо. После награждения все желающие смогли увидеть работы юных художников в зале музея. Каких только птиц здесь нет. Из бумаги, ниток, папье-маше, пластилины и даже из металлических предметов. В этой коллективной работе Кристина мастерила солнце. В клубе «Изумрудный город» занимается с удовольствием. Творчество и работа руками полезны для развития особенных детей, говорят педагоги. Конечно же, это наша любимая мелкая моторика. То есть, когда ребенок лепит, даже когда замешивает тесто или глину, у него работают пальчики. Классика жанра, что центр мелкой моторики в голове, он расположен рядом с центром речи. И, соответственно, стимулируя руки, мы и развиваем речь. Более того, это укрепляются мышцы. Многие родители говорят, что дети стали лучше писать, например, увереннее. Эти дети видят мир иначе, поясняют специалисты. Их работы всегда особенные, яркие, многогранные и необычные. Главное – увидеть и поддержать талант. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова